Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами смастерим еще одного смешарика. Отгадайте, кого? Экспериментов он любитель. Домика с рогами житель. Он ученый главный наш. Назови его... Конечно, это лосяж! Для работы нам потребуются акриловые нитки для вязания бежевого цвета, приспособления для изготовления помпонов. Красный и коричневый фетр, синильная проволока коричневого цвета, глазки, горячий пистолет, ножницы, трафареты ушек и простой карандаш. Берем приспособления для изготовления помпонов и нитки. Наматываем нити плотно на обе стороны приспособления. Важно, чтобы ниточки лежали рядом друг с другом. Закрываем оба замочка приспособления. Разрезаем ножницами нитки по кругу и плотно завязываем середину. Снимаем приспособление и у нас получился помпорт. Он очень лохматый, поэтому нужно сделать лосяжу прическу. Берем ножницы и подрезаем все торчащие ниточки вокруг. Начинаем мастерить отдельные детали смешарика. Из коричневого фетра вырезаем ушки лосяша. Берем шаблон, обводим его при помощи карандаша и ножницами вырезаем две детали. Из красного фетра вырезаем ротик. Деталь мелкая, нужно попросить по помощи взрослых. Из пушистой проволоки делаем лапки лосяша. Отрезаем ножницами три отрезка. Один из которых длиннее. Из двух коротких делаем лапки в виде капельки. А оставшийся отрезок проволоки сгибаем в виде сердечка. Берем еще одну пушистую проволоку и отрезаем два коротких отрезка. Это брови лосяша. Из пушистой проволоки делаем нос лосяша. Скручиваем проволоку в виде спирали. Теперь закручиваем проволоку вокруг этой спиральки, придавая носу форму овала. Начинаем делать рога лосяша. Из пушистой проволоки изгибаем проволоку в виде рога. Формируем одно из ветвлений. Перекручиваем проволоку и возвращаем обратно по изгибу рога. В центре рога делаем еще одно ответвление. Отгибаем проволоку вверх, а затем вниз. И перекручиваем обе проволочки, формируя второе ответвление. Из этой же проволоки делаем третье ответвление. Оставшуюся проволоку перекручиваем с основанием рога и отрезаем лишнее. Делаем второй рог такого же размера. Вот все детали для сборки лосяша готовы. Берем лапки в виде сердечка и приклеиваем их к нижней части шара. Не забываем про технику безопасности при работе с горячим пистолетом. Нужно попросить помощи взрослых. Или же можно применить любой другой универсальный клей. С правой и с левой стороны шара приклеиваем лапы. К верхней части шара приклеиваем рога. Приклеиваем ушки. А затем глазки лосяши. Над глазами приклеиваем брови. Приклеиваем нос. И рот лосяша. Наш лосяш готов. Лосяш ученый. Он изучает космос. Рассматривает в телескоп космические дали. А телескоп с вами мы сделаем в следующий раз. До свидания, ребята. До новых встреч.